Так вот, если, значит, в бывшем СНГ возьмите возможность есть переделки, потом только куда там надо к архитектору или куда там надо бумаги отослать, и тебе это узаконят, всё это дело, то здесь этого вы никогда не сделаете. Даже если вы купили свою квартиру, то вы не имеете права там делать каких-то переделок. Кроме того, что там, ага, у вас был линолеум, вы положите ламинат, у вас были обои, вы их снимете, покрасите. А делать вот эту перепланировку, убирать какие-то несущие стены, всё это, чтобы потом всё это обвалилось. Видите, уже автобусы ходят, вот, автобусы ходят, жизнь началась нормальная. А то затишье вчера было. Вот. Поэтому вот такая вот разница между съёмом квартиры участника и между съёмом квартиры от города. У нас вот эта вот и первая квартира трёхкомнатная, когда мы приехали сюда, Юра её брал в Хельсинки, это тоже был частник, но это была частная фирма. А, это была частная фирма, которая имела дом четырёхподъездный, восьмиэтажный. Вот, фирма. Потом, знаете, здесь ещё какая есть ситуация. Вот этот вот дом, где мы жили потом в двухкомнатной, да, это тоже вот это я вам говорила, Асунтосалку ОУ. Значит, есть тут такое положение. 15 лет вы прожили в квартире, вам должны сделать капитальный ремонт. Ну, финны тоже научились уходить от всяких этих дел. Поэтому как? Вот, предположим, была фирма на Машу оформлена, потом, значит, Маша продаёт эту фирму Саше. Но на самом деле это родственники. Они просто поменяли хозяина. И поэтому, когда прошло 15 лет, например, 14 с половиной, подходит время ремонта. Раз, прежний хозяин по документам и продаёт эту фирму другому хозяину, то есть своему родственнику. И опять 15 лет вы можете смело содержать эту фирму. И вы не будете, о, собачка гавкает на мальчика, который на самокате поехал. И вы не будете снова обязаны делать ремонт. И так вот будет до бесконечности. Потому что мы вот прожили там 16 лет в этой квартире. До нас женщина наша, русская, жила 4 года. Вот. Казалось бы, 20 лет должны были сделать ремонт. А напротив нашей квартиры женщина с Эстонией. Ну, она русскоговорящая медсестрой у нас в городской больнице работала. Она, Зофина, сюда замуж выходила ещё до перестройки. Она уже лет 25, она потом развелась с этим мужем. Ну, так и осталась с сыном жить в этой квартире. У неё трёхкомнатная была. Вот. Она лет 25 прожила. И не было ремонта. Вот. Ей сказали, хорошо, вы хотите ремонт? Да, пожалуйста, выселяйтесь полностью. Вот. Но оплачивайте. Вот, например, скажут, месяц будем делать ремонт. Вот. Забирайте свои вещи, вывозите. И тогда мы вам в течение месяца сделаем ремонт. Но, опять же, мы поднимем вам плату. Если, предположим, у неё была трёхкомнатная небольшая, метров, наверное, 65. Вот. И, предположим, она платила 600 евро, то потом ей сделают оплату месячную. 650 евро. Вот и всё. А вот когда эта городская квартира, вот тоже одни наши приятели, мы, его тоже уже давно, Славика, нету, а Людмила так и живёт в этой квартире. Они, значит, в том доме, где вот наш, этот, Жек, Аксели, они в том доме живут, так она и сейчас живёт. И вот, значит, решили в этом доме делать капитальный ремонт. Так что вы думаете? Людям назначили время, когда будет этот капитальный ремонт. Им дали коробки для упаковки своих вещей. Люди успаковались. Им дали грузчиков. Им дали машины. И им предоставили жильё временное. Вот. Вот они переехали, не распаковывая, конечно, свои вещи, потому что потом снова упаковывать. И так вот они жили где-то, наверное, месяца три, а то и четыре, потому что дом полностью ремонтировали, полностью. Вот видите, кто-то покатался на велосипеде и тут вот и бросил его. Вот. И вот тут он лежит бесхозный. И вот они потом снова вернули свою квартиру, но им не добавили ни копейки, потому что это городом был запланирован такой ремонт. Там поменяли трубы, там поменяли, стояли ванны, поставили душевые кабинки. Ну, в общем, всё, что посчитали нужным, они всё сделали. Кухню полностью убрали, технику заменили, вот холодильники, печки. Всё это поставили новое и денег за аренду не добавили. Вот это такая разница между съёмом... Смотрите, какие бабочки летают красивые. Между съёмом городского жилья и съёмом... Вот бабочка сидит, видите, какая красивая. Ага, красавица просто. Вот она. И съёмом жилья у хозяина. Вот. Мы тоже, когда у нас была ванна, когда мы приехали, потом как-то много она места занимает. Ну, ванна есть ванна, тем более была большая, чугунная ванна. Но она хорошая такая была всё это. Потом она надоела мне. И я решила, опять же, нато моя позвонила туда в Хельсинки и сказала, надо ванну убрать, поставить душ. Они абсолютно не против были. Но я не подумала о том... Я думала, просто снимут ванну, поставят душ и до свидания. Нет, ребята, не тут-то было. Они приехали, ванну сняли. Пришёл инженер и сказал, а у вас нету каеву. Каеву это сток воды в полу, который. Потому что он нам не нужен был. Потому что у нас была ванна. Вот. Сейчас вам покажу, какие ромашки красивые. Вот люди пройдут. Паева. Покажу, какие ромашечки красивые. Видите? Людовка с сыном гуляет. У него сумочка через плечо с кислородом. Видно, человек болеющий. У него сумочка с кислородом. Ну вот. И началась эта работа. И что же вы думаете? Они же делали это месяц. Потому что сделали они этот стёк. Потом они сделали эту бетонную стяжку. Потом они какие-то плиты приносили, ложили, включали в электричество. И оно днём и ночью нам сушило. Сушило, сушило. Короче, месяц, месяц мы жили в этом бардаке. В этом бардаке. Вот они с утра приходили на работу к 7 утра и в 2 часа уходили. Помыться же негде было. Я мылась на работе. Я утром, если у меня утренняя смена, значит, я раньше еду. Это было давно. Ой, это было сколько лет? 15 тому назад. Вот. Нет, не 15, лет 13. Ну, не важно. Я утром, значит, еду. Я с семьей работала. Я еду раньше. Иду в душ, моюсь, мою голову. Вот. И иду на работу. Если у меня вторая смена, значит, точно так же я иду. Это самое. Перед началом работы, второй смены, я иду сначала в душ. Или потом вот после отработанного дня, предположим, если у меня идёт 2 выходных, значит, я отработала, иду на 2 выходных. Я так же пойду в этот самый, в душ. Но нам дали ключ от сауны. Ну, сауна у нас была не в нашем подъезде, а сауна была в соседнем подъезде. А это было время года, по-моему, вот так вот по осени. Вот. Что мы могли ходить и в сауну туда. Ну, Юра не ходил, он ходил там, где в мастерской, там он мылся у ребят. А я вот мылась на работе. Ну, вы представляете, а в туалет пойти, это какие неудобства. Это что же неудобства? Это вот надо было постоянно что-то придумывать. Вот. Они унитаз-то не снимали, унитаз стоял. В туалет можно было сходить. Но они же там работают. Это каждый раз. Вот если я, например, ну, утром я рано уходила, я могла сходить в туалет, там тубы почистить, всё это дело сделать. И вот, кроме того, только не помоешься. Вот. И потом, если у меня вторая смена, значит, мне точно так же надо было рано вставать. В шести утра, там, или в полседьмого, пока они придут, всё это привести себя в порядок, сходить в туалет. Ну, а потом же, пока я в одиннадцать выходила, ну, мне же тоже захочется в туалет. Ну, я бегала в соседний подъезд, в эту сауну ключ был, открывала. Вот. Вот это вот так вот мы жили. Вот. Нам тоже не добавили никакой оплаты. Но если бы я знала, что это будет так утомительно, так это долго, я бы просто не решилась этого делать. То есть бы стояла эта варна, бог с ней. Гляньте, какие цветы красивые. Ой, как же они называются. Ой. Ещё говорят, их заваривают, когда у женщины не на пауза начинается, вот это вот. Их заваривают и пьют. Ну, забыла, может, вспомню. Так вам скажу. Красивые такие. Вот, посмотрите, как их много. Красавчики такие. Тепло у нас, хорошая погода. Ну, вот, я думаю, я вам хорошо всё рассказала. Давайте я пока прервуся. Уже я почти дошла до своего торгового центра. Вот. Вот сейчас такой маленький тоннельчик. Сюда зайду. Сейчас посмотрю, сколько тут я наговорила. Ага. Всё. Прервуся, а потом уже вам буду снимать в торговом центре. Давайте. До новых встреч. Сейчас включусь в торговом центре.